всем привет меня зовут николай мы из японии сейчас ведем репортаж из токио и сегодня расскажу вам про автобусные остановки в общем то вот напротив нас раз автобусная остановка она довольно таки такая большая причудливый с причудливой такой крышей полукруглой но вот мы сейчас стоим с более типичные вот такие остановки практически везде в токио находятся и у них есть ряд особенностей довольно таки интересных во первых обратите внимание на сиденье тут вообще все скамеечки они разделены специальными штуками которые с одной стороны показывают что тут два места только с другой стороны вы как бы ну не касаетесь другого человека тут вот японии очень важно не касаться к незнакомым людям они не любят вообще когда к ним прикасаются и опять же у них не принято даже рукопожатие если вы не можете вот когда здоровый с японцем взять ему протянуть руку пожать ему просто так это считается неприлично только если японец сам первый протянет руку тот который как бы выше статусом вот ему можно и нужно ее пожать вот поэтому соответственно тут вот есть вот такие перегородки практически везде они даже ну встречаются на всех лавках том числе и на больших в общем они определяют сколько мест и не дает вам коснуться дальше остановки это конечно целое искусство смотрите вот эта крыша она кончается крыша кончается ровно там где бордюр и соответственно вот вы стоите идет дождь в токио очень часто идет дождь на островах с этим у них летом сезон дождей но сейчас даже мы такой вроде бы не самый мокрый сезон зимой по суше конечно в общем сейчас у нас апрель до апреля тем не менее дожди общем удавлю часто поэтому под этой крышей можно конечно спрятаться от дождя прекрасно смысл в том что автобус подъезжает ровно ровно к вот этому выходу с остановки вот как у нас в россии сделано у нас остановка где-то вон там стоит автобус куда-то сюда приезжает а тут вот вы стоите под крышей подъезжает автобус вы делаете шаг и сразу же просто ни капельки не намокнув переходите в автобус то есть очень интересный автобус естественно вот он дверью ровно ровно подъезжает к вот этому расстоянию вот таких вот вещей конечно в россии немножко не хватает было бы здорово если бы наши остановки несколько в общем-то видео изменились сторону японских потому что тут действительно все продумано до мелочей это так просто это так логично почему бы не сделать это и у нас вообще непонятно непонятно совершенно почему это не сделал еще отдельная вещь это навигация ну естественно тут все очень логично вообще японцы плане навигации они молодцы главное многие говорят то что вот у японцев все непонятно это полная чушь друзья фишка любого японского знака таблички тогда нужно просто постоять рядом с ним минуты две ну минуту постоять не спеша да тут вы сразу ничего не поймете вздохните спокойно постойте и разберетесь вот говорю вам как в общем-то человек меня никто ничему не учил как я просто сам разбирался и в метро учился ездить и на электричках учился ездить просто нужно стоять и вот немножко расслабиться и постоять то что они вообще никуда не спешат в этом плане и вам спешать значит спешить не рекомендуют и естественно с другой стороны автобусного табло на английском продублирована станция у них буквы читают зачастую сверху вниз в общем то все понятно англичанин он тут не потеряется хотя нет на некоторых станциях наверное и нибудь глубоко далеко от столицы подальше там возможно будет проблема с английскими не знаю вот тут мы не встречали пригородах токио и в токио все на английском дублируется вот такая остановочка конечно очень чистенько тут никаких жвачек ничего не прилеплено нигде и это замечательно что сказать есть чему нам поучиться в этом плане у градостроителей японцев до новых встреч пока